Девушки отдыхают Мужчина ложится спать в 21.00, не курит, по утрам делает зарядку, и у него всегда есть ответ на любой вопрос. Сегодня мой герой Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, вы выросли в Алма-Ате. Все вот эти старые советские фильмы, помните, все мальчишки бежали в Алма-Ату, потому что считалось, что Алма-Ата город Хлебный, и Ташкент еще, и яблоки там были. А у вас какие воспоминания об Алма-Ате? Что там было в вашем детстве? Ничего хорошего не было. Сразу подвести итог такой. Плохое началось с того, что скорую помощь вызвали, она не приехала. Маме рожать, звонять туда после войны вообще, даже телефон-то не было, нужно бежать, телефон. Бежать, да, да, да. Вот. Наверное, вот это вот какой-то стресс или какой-то вот минус, что никто не хочет помочь. То есть я сам рождаюсь. Хорошо, что я шестой. Так, то есть не успела, не успела. Не успела. И дядя, кухонный нож, он чем его протирал? Он чем его прокаливал там? Там печное отопление, нужно разжечь печь, когда он все будет делать? Она родилась, скорее кухонный нож и пуповину перерезла. Может, уже это повлияло на ребенка, который не может нормально... А это какой-то был загородный дом? Или это много квартир в городе? В городе, но в принципе это не самый центр, но просто вообще. Тогда скорая помощь были грузовики. Грузовики с этим, как фургон, хлеб вот возить. Она приехала с опозданием и увезли вместе с мамой. Ну, а потом коммунальная квартира и, наверное, питание. Вот город хлебный, но конкретная семья, она вообще не работала. Какое-то пособие, видимо, платили до трех лет. Мама не работала. В три года, когда меня взяли в детский сад, она пошла работать. А до этого, либо макарова была. Шестеро детей, как работали? Разобрали детей. На производство, чтобы ходить? Разобрали детей. Тетка взяла двух девочек, государство двух мальчиков в Суворовское училище. Осталась старшая сестра, она помогала немножко. Ну, сколько ей лет было? Одиннадцать лет, двенадцать. И я. Но втроем все равно. Мама сдавала какую-то комнату студента. Может быть, вот на это. Вроде бы еще была короба. Папа уехал в день рождения. Это второй стресс. Возможно, и роды были чуть-чуть преждевременные. Почему именно в тот день? Мама начала волноваться. Она знает, что он уезжает. Он не мог оставаться у нас по политическим причинам. Он из Западной Украины. И в сороковом году его посадили в Сибирь, в трудовой лагерь, как сына фабриканта. Дедушку нельзя было сажать, фабрика остановится. Тогда взяли старшего сына, мой отец. А его младший брат его вытащил оттуда, из лагеря, за взятку. И он боялся, что могут это дело вскрыть, и его снова посадят. Он тот стропом досидел. Нет, сейчас так. И он собирался уезжать. И он уезжает в Польшу, поскольку они были выходцы из Западной Украины. У них были польские паспорта еще, как бы еще не успели там всем это. То есть можно было ехать. То есть у них было место рождения и проживание. Уже Польша это была. И он уехал. И он вас не видел? Нет, не потом, через два месяца, мама привезет. И говорит ему, поехали обратно. В Советский Союз. Да, а по сути говорят, ты поедешь. Ты гражданка СССР. Он не поедет, он уже иностранец. Все. Значит, первый стресс. Отец уезжает, муж. Мама волнуется. И я рождаюсь в этот день, когда поезд уходит. И успели добежать до поезда, сказать, у тебя родился сын. То есть отец знал, что сосед какой-то побежал в вокзал и успел сообщить. Ветер был, четверг. Потом мама едет туда через два месяца. И опять стресс. Ему нельзя возвращаться. Он говорит, оставайся там. Говорит, а как же остальные дети? Пятеро детей. Куда оставаться там? С какой стати? И по дороге из Варшавы, Москва, Алмата, вши нападают на меня. Неделю в поезде. И где менять пеленки? Где сушить? Где гладить? И люди едут со всей страны, со всего мира. Какие там санитарные условия? Все там с бавулами там. Никогда в бане, может быть, месяц не мылись. На меня вши нападают еще. Все детство стресс. Говорят, что вши нападают. Вот именно когда нападают. Не когда там, ну как-то там, я не знаю, в пионерском лагере они там передаются или что-то. А когда вот ребенка... Это правда? Это случаи такие? Загрызают вши. Вот, вот. Это мы сейчас не придумываем. Два месяца? Не Жириновский Владимир Вольфович, не я. Это, я не знаю, как называется это явление. У него есть научное название. Когда на крохотного ребенка, живое существо, это может быть, я не знаю, младенец. Два месяца. А может быть, например, я не знаю, котенок нападают вши, да, 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 и существо живое погибает. Это очень страшно. Я, естественно, орал, мама все это снимала их, снимала их, снимала, и, может быть, находила какую-то пеленку какую-то другую, это, может быть, соседи давали. Вот вернулись мы. Мама же думает об остальных пятеро детей. Конечно. Они в Суворских училищах, в Кадеске, где-то у тетки, в Ульяновске. Это что же на нее действует? Дети без нее. Она платит, и денег нету. Она пенсию своего мужа отдала девочкам туда, в Ульяновск. То есть все детство слезы матери. Когда у меня было лет, наверное, восемь, я вижу, она гладит и заплакала в очередной раз. Говорю, мама, что ты плачешь? Она говорит, вырастешь, поймешь. Ну, а что вырастешь, поймешь? Я понимаю, одиночество. Одиночество, дети разбросаны, жить не на что. В чем еще, как бы, такая легкая трагедия? Второй брак. Ну, первый не удался, муж умирает, туберкулез. Второй брак, и опять неудачно. Это опять на нее сказывается. И отец уехал, она меня кормит. Кормила 11 месяцев грудью. Маму жалели? Конечно. Вот уже когда подросли. Конечно, конечно. Я же видел, что вот ее... Сейчас смотрю на ее фотографии того периода, когда она меня родила. Грустно, ни одной фотографии, чтобы она улыбалась. Ни одной. Грустная женщина, там, 36 лет, 37 лет. И как будто вообще жизни нету. Ну, что, ничего же нету? Это все на ней отражается. И автоматически на мне. Стирачит грудное молоко до 11 месяцев. Нет, ну, понятно, конечно. А потом просто я вижу... Состояние матери, это всегда действует на ребенка. Это вот детство такое. То есть оно могло быть лучше, но война. Война, это вот отразилось на все. А потом, а в школе как вы учились? То есть вы каким были ребенком? Который вот сидел около мамы и плакал? Или все-таки как-то веселился и резвился? Нет, нет. В школу с удовольствием пошел. Шили мне из-за скутков какой-то белый китель. Брюки чужие. Входил в обносках. Вот единственное, первый класс шили китель. Ну, мальчик маленький. Что там соседи все по лоскуту собрались. Вы знаете, я прошу прощения. У меня вот такое впечатление. Иногда оно бывает, когда разговариваешь с людьми взрослыми. Вы же относительно молодой человек. Нельзя сказать, что вы пожилой старец. Да, да. А впечатление такое, что вы рассказываете о временах Юлии Цезаря. Понимаете? Ну, конечно, давно уже. Сейчас об этом даже говорить страшно. Вши напали, китель какой-то шили. Обноски носил. У меня есть в секретном ящике. Это билет в кино, по которому маленький Володечка. Да, да, вот, вот. Что вы придумали с этим билетом? Ну, если удалось бутылки сдать, то можно было купить. Он стоил 10 копеек. Детский сеанс днем. Проходили в кинотеатр без. Я шел. Вот я был немножко такой нагловатый. Я шел, как бы так, вот кого-то прям, в период, родители мои. И билетежа не успевала. А вы с билетиком как вы, да? Без билета. А, без билетика. Когда я примыкал, там 2-3 билета, семья идет, и там посчитать тяжело. Очередь же. Всегда очередь. В кассу очередь. Да, да, да. В ITO. И она, билетеж, не успевает. Я проскакивал. Но я же не один иду. Да, я иду там, где дверь и выход, там же шторы черные. Прохожу там, открываю дверь, запускаю одного-двух своих приятелей. Поэтому втроем кино смотрели бесплатно. Но что опасно было? Если зал полный, то нам некуда сесть. Вот тогда билетежа видела. Ох, ходят боль стены, наверное, нету билета. Она боялась нас прищучить, мы начнем шуметь. И зрители обидятся, что кино тут что-то шумят. Ну да, тут шумят, ага. Ну вот это вот, вот это все опять стресс. На трамвале, без билета, нету денег. Конечно. Я стою в конце вагона и так жалобно смотрю на кондуктора. Она даже не подходит. Понимает, что мальчишка 10 лет, денег нету. Поэтому это вот все приходилось где-то выгадывать. Мне 12 лет, и коммунальная квартира, тетка дает деньги. Первые деньги мои, я на всю жизнь запомнил. 12 лет, 3 рубля. Что я купил? Когда я спрашиваю, никто не может угадать. Кто-то говорит, там пистолет, машинку, еще что-то, ничего. Там конфеты. Нет, нет. Пошел в магазин, канцтовары, купил авторучку. Авторучку, в 12 лет. То есть тяга к знаниям. Я же мог купить... А вам нечем было писать, что ли? Ну, это авторучки, это были в моде. Это был шикар. Они появились, авторучка, заполнять чернила, можно долго... Но сам факт, что мне хотелось именно что-то писать, чтобы что-то делать. Правда, что вы письмо Брежневу писали и были таким социально активным пацаненком? Да, вот потом уже... А как это понесло-то вас, это письмо Брежневу писать? Ну, вот я в Москве приехал, поступил, учусь, тоже проблемы. Репетиторы, оказывается, нужны. Нужно спецшколу окончить. А я из провинции, по-английскому четверка. Это считать для Москвы тройка с минусом. Идет в языковый вуз, почти МГИМО. Нахожу репетитора. А чем платить деньги? Мама в отпуск идет работать, чтобы мне присылать тысячу рублей, занятие стоит. Одно занятие тысяча рублей. Я не поняла, а как вас понесло из Алматы в университет? Объясните мне. Ну, вот не хотелось мне там оставаться. Потому что я все время слышал, что все для лиц коренной национальности. Их на работу в первую очередь, на учебу в первую очередь, везде. Мама работала в столовой. И приходила, студенческая столовая. А замуж она больше не выходила? Ну, был потом отчим. Тоже не очень удачно. Он тоже ушел. Но 12 лет он жил, и мне тоже это отразилось на моем здоровье. И вот она приходит, говорит, просто преподаватели приходят и плачут. Русский сдает экзамен на четверку, ставят двойку. Коренной национальности, наоборот, на двойку ставят четверку. Я это слышу, и у меня уже было отношение такое, что надо уезжать. И действительно, прошло потом 30 лет, эти республики стали независимыми. А куда я поеду? Москва, конечно. А почему в этот институт? Ближе к политике мне хотелось. Мой родственник мне говорит, Володя, поезжай в Москву, поступи в МГИМО, будешь дипломатом. А дипломат было что-то такое вообще фантастика. Вы окончили ИСАА, институт стран Азии Африки. Да, это близкий МГИМО. Тоже там политические сцеплины, самые близкие, более демократичные. Я просто тоже хочу телезрителям справку такую короткую дать. Институт стран Азии Африки, это считается 13-м факультетом МГУ. Он был в 20-х годах, у него очень длинные истории излагать. Мы ее сейчас не будем с Владимиром Вольфовичем Жириновским. И вы знаете, ИСАА это абсолютно особое место. Теоретически поступить туда возможно. Теоретически очень сложно, но возможно. Учиться там это катастрофа, это конец света. Это один из самых сложных гуманитарных вузов в Советском Союзе был тогда и остался сейчас. Свободно выбрать ИСАА, я пойду учиться в ИСАА. Это вот все равно, что свободно выбрать Московский физико-технический институт. Это невозможно. Как вы туда попали и как вы там учились? Тюркские языки, конец света. Чудовищно. Значит, первое политическое везение, это то, что многие не понимают. Хрущев, это был его последний год у власти. В октябре 16-го года его снимут. Но летом он говорит принять в вузы детей из провинции и бедных. И в каждом факультете им гурищили хоть одного принять, чтобы отчитаться. Есть, мы приняли. Одного на сто. Вот они меня выбрали. Другого просто не было. Все москвичи из номенклатуры все богатые. И я вот был зачислен. По мне приняли проходной бал. И поэтому попал. Во-первых, репетитор сам. Я чуть поднял немножко английский язык. А второе, вот указание Хрущева. За что ему благодарен. Потому что если бы он не дал такого указания, все. Не попасть. Там дети командующих войсками, ЦК КПСС, там все остальные высшие чины. Ну и вы правильно говорите, это страшная учеба. Мне зачем эти нужны языки восточные? Мне западные не нужны. Мне хотелось высшего образования. Нужен был идти исторический факультет, юридический. Но как-то там было меньше внешней политики. А меня интересовала уже и мировая политика. Вот в этом плане я решил туда. И пожалел. Это ошибка. Не надо. Но сейчас есть факультет политологии. Почему ошибка? А зачем я учил все эти языки? Турецкий, арабский. Где мне их применять? Я не хочу. Страшно и интересно. Интересно, но это нужно доработать с этим. Понимаете? А если они работают, это лишние знания в голове. Я благодарен. У меня есть еще чудесный. Это значок 50 лет Советскому Церкви. С которым вы попались. Да. В Турции? В тюрьму? Да. Жириновский сидел в турецкой тюрьме. За то, что значок подарил, значит, под арест. Хотели мне приписать введение коммунистической пропаганды. Вот считается у них. Сейчас этого нет. Им стыдно должно быть. Но 50 лет назад, если ты сказал, что из Советского Союза и там жить хорошо, все, коммунистическая пропаганда. Тебя могут посадить. До 20 лет. Вы подарили значок там кому-то, да? Вот с ребятами сижу. С ребятами написано. 50 лет. Это настоящий значок. Написано. 50 лет Советскому Церкви. Вот красный флаг. Это уже все. Вот этот парнишка. Если будет написано Советский Церк. Года 22. 23. 23. Дарит, значит, соседу по, я не знаю, по чаепитию. Соседу. Вот это молодежное кафе. И в кутузку за пропаганду. Он начальник тайной полиции сам признался. Он говорит, ему уходить на пенсию. 30 лет работает, ни одного дела. Ничего нет. Он на мне благодарность получил. На память часы какие-то. Мне неприятно сидеть в тюрьме. Ну, у него-то отчет пошел. Отчет пошел в столицу. Обнаружили. Занимаются. Они хотели шпионаж. Нет, какого шпионажа. Ничего нет. Василий Вольфович, вы очень добрый человек. Вы даже начальника турецкой тюрьмы жалеете. Потому что, во-первых, он получил благодарность. Во-вторых, скорее всего, какие-нибудь часы. А в-третьих, почетную пенсию. А все из-за Живеновского. Я единственный в этом городе. Никого нет. Давайте Соловьев послушаем. И знает турецкий язык. Вызвало подозрение. Что-то русский приехал. И знают. А рядом американская военная база. Наверняка шпион. Давайте Володю Соловьеву послушаем, как он о вас рассказывает. У него, на самом деле, очень доброе сердце. Вот я вижу, когда его какие-то вещи задевают, он действительно абсолютно искренне может и деньги из кармана достать, людям отдать. Его не волнуют вопросы материальные. Поэтому он и настоящий политик. Потому что для него вот это ощущение причастности к процессам, вот чувство истории, которое через него проходит, и делает его не временщиком, а человеком, который живет со страной, оставаясь все время где-то там наверху. Правильно все. Правильно. А вы любите, когда вас хвалят? Очень редко хвалят. Но вы любите? Ну, в принципе, любому человеку приятности что-то такое отмечают в нем положительное. Но вся моя жизнь, вот, к сожалению, больше отрицательный формат. Я с этим сейчас борюсь. Потому что много передач, где все отрицательное. Подождите, ну какой отрицательный формат, Владимир Ольфович? Ну нельзя о плохом все время. Давайте разберемся. Вот мы сейчас обо мне говорим, все только плохое, печальное. Как плохое? Нет, понятно. Я не имею в виду плохое по значению, а в том смысле, что все это печальное. Там роды, мама, отъезд, приезд. Была трудная жизнь. Действительно, там мама с трудом родила. Был отец, уехал, обноски. Потом был отчим, с которым не очень сложились отношения. Но, тем не менее, вы оказались в Москве, вы поступили в ВСА, вы ведущий политика России сейчас. Кстати, вот... Что ж в этом плохом? Нет, нет. Вот смотрите, иногда некоторые говорят, а как вот причина успеха? Вот все то, что мне казалось негативным, оно поспособствовало созданию того положительного фундамента, который дал мне возможность обращаться и вести свою политическую работу и достичь успеха. Это вот все время шло как бы со мной. Раз куда-то поехал, все хорошо. И провокация. А почему провокация? Сидел бы я в гостинице, все было бы нормально. Но что мне молодой парень, 23 года? Я эту страну изучаю, язык. Я хочу посмотреть, как этот маленький город живет. Я хожу, смотрю, это вызывает подозрение. А что он ходит? Понимаете, что я нахожусь? Но это не провокация, это такая жизнь. Нет, нет, в том плане, что я понимаю, что у них вызывало подозрение, что он ходит везде. А что мне делать вечером? Нет, это все понятно. Я хожу, смотрю, как живут люди, рыбаки, там работает форт, машины, рынок, магазин, молодежь. Мне интересно, потому что я изучал ее 6 лет. А у них подозрение. А вот что он ходит? А зачем он ходит? А что ему надо? Это устройство жизни такое, да? Так, а потом, с отличием заканчиваю, успех. Машина под окном, Запорожье. И куда? В армию. Все куда хотят, а меня в армию. Да что ж такое вообще? А что такое-то? Почему сейчас в армию? Все, пришла разнарядка с Министерства обороны. Одного с турецким языком на Кавказ. И это были погран войска, правильно я понимаю? Нет, обычные войска. Закавказский военный уголь. Я сидел в Белиси. Прекрасный город, столица. Пробил комнату. Все снимают, и я пробил. И Киево пробивной. Да? А что же, 30 метров. Да. Хорошо, лейтенант. Переводили? Нет, листовки писал. Читал газеты, радио, аналитические справки, брошюры. Вот чисто опять повезло. Я же собираюсь заниматься политикой. Я же мог оказаться в автобате. Автомобильные войска, строительные войска, войска связи. Я попадаю в политическое управление Закавказского округа. А в нем специальный седьмой отдел. Только спецпропаганда. То, что сегодня для меня стало основой, тогда это дело первые шаги. А потом вы вернулись в Москву. Потом Москву вернулась. То есть вы не остались, несмотря на возможные там перспективы. Естественно, у меня должность майорская. А я лейтенант. И потом может быть полковник. То есть я мог дойти до генерала. Но не могу я форма, когда мне души... Все застегнуто здесь. Как называется? На крючки. На крючки. Фуражка. А вам правила тесны или фуражки с крючками? Да все вместе. Иди. Вот я иду по Руставели. И я же лейтенант. И вот все, честь отдавать. Вот идешь так, все, честь отдаваешь. Все офицеры старше меня. Капитан, майор, полковник. Вот идешь и идешь. Я домой иду с работы. Мне ты должен отдавать честь. Пиров я вышел отдохнуть. Опять честь отдавать. Да что такое вообще? А вам это не нравится? Ну, конечно. Потом еще какая вещь. Допустим, не хочу я опять. Слушайте, я родился в Казахстане. Мне в Турции провокации. А теперь Грузия с антисоветским настроением. Что такое? Негатив. Все негатив. Мне уже 25 лет. И четверть века я живу на территории, где негатив. Против русских. Против советских. А позитив-то, позитив. То есть вот счастливы вы когда были? Вы помните какие-нибудь моменты? Ну, счастье когда? Абсолютного там, я не знаю. Восторга, счастья. Ну, счастье, например, я первый раз за границу вообще. Мне 20 лет, 60-й год, я ничего не знал за границей. Вот мы приезжаем, студенты в Венгрию, Будапешт. Мне понравилось. Потом Турция. Страна, которую изучаю. Потом с отличием диплом. Мне это хорошо. Чувствовали гордость. Да. Естественно, это же приятно, что ты красный диплом у тебя. Самое большое счастье, это, конечно, победа на выборах. Это на всю жизнь. Лучший день в моей жизни, 12 декабря 93-го года. Кремль. Новогодний политический год. Вся элита страны. И объявляют о голосах, полученных всеми партиями, участниками выборов. И ЛДПР на первом месте. Это неописуемо во что. Давайте Дегтярёва Михаила послушаем одного из ваших. Друг великолепный. Вот мы в Государственной Думе, несколько депутатов, сидим перед ним в зале. И он руководитель фракции. Член Государственного Совета. Основатель партии. Который 20, уже 6 лет на политическом олимпе, всегда из буфета приносит нам по конфетке. Понимаете? Вот сколько я себя помню, 3 года в Государственной Думе, вот каждый раз из буфета нам достается по шоколадке или по карамельке. Вот он такой внимательный человек. Какие карамельки? Самые лучшие шоколадные конфеты. Карамельки. А я объясню. Это не буфет, где я плачу деньги. Пусть не думают, что такой добрый. Есть специальный буфет для руководителей. Где им всё дают бесплатно? Вот они, кремлёвские привилегии. Будьте в рот с сыром, с ветчиной, печенюшки, конфеты, кофе, чай. То есть это как бы, ну, положено везде, во всех странах мира. Любой начальник, что-то подают. Можно даже не оправдываться. Это всё понятно. Тогда я, мне нельзя сладкое. Я беру конфеты в карман и им раздаю. Ну, вот мне приятно, когда ребята, я могу им дать, у них улыбка на лице. Ну, вот мы сейчас говорим уже, на самом деле, довольно долго. И говорим мы в основном, ну, я не знаю, о вещах каких-то трудных, тяжёлых. Там о детстве тяжёлом, о политике. Вот тяжело всё. Да, да, да. Но ведь при этом вы ещё самый обыкновенный парень были и остались. Я не знаю, расскажите, вы влюблялись, ухаживали за девушками. Я не знаю, лезли на пятый этаж цветами в зубах. Это всё присутствовало в жизни или политика всё затмила? Вот рассказываю. Самый большой вот минус моей жизни. Опять, для личной жизни минус, а для моей политической деятельности плюс. Вот я влюблялся в школе. И в своём классе 3-4 девочки мне нравились. Фамилии их помню. Могу прямо сейчас назвать. Там Галя Селицкая, Света Волкова, значит, Светлана Дыхнова и так далее. Влюблялся. Ну, как влюблялся? Не без ума. Ну, нравится мне. Там, может быть, на свидание пригласить, поцеловаться там, погулять. В Москву приехал. Что-то ещё нравится. А однажды, мне 19 лет, я иду, даже место помню, вот где идти, значит, к библиотеке Ленина. Вот на этом переходе вдруг я почувствовал, что-то в моей груди перевернулось. То есть я понял, что я больше не влюблюсь никогда. То есть лирика закончилась. Что-то перегорело. И сработало на голову, что не хочу я больше думать об эти цветы, свидания, женщины. Меня волнует, что в стране, так сказать, происходит. И всё, и проходит ещё год. Весной я пишу письмо Брежневу. Меня волнуют эти вопросы все. То есть я не говорю, что это правильно. Я хочу, чтобы все мальчики 19 лет и 20 лет влюблялись, женились. Но это произошло в моём организме. Я это не планировал. Закрылась душа для лирики. И отрылась только для вот чего-то социального. Вот что происходит. Вот смотрите. Мне 17 лет ещё. В моём родном городе со своей девочкой, вот Света Волкова. Кстати, были чистые отношения. Никаких половых контактов. Тогда было всё целомудрие. Я говорю, что я на свидание. Ещё я говорю, вот эту скамейку нужно убрать. Неправильно стоит. Слушай, на свидание ты говори о любви, о цветах. Так вы хоть зануда такой ужасный? Нет, нет. Это уже пошло, понимаете? Через два года в Москве это окончательно закроет лирическую сторону моей души. И будет только социально. И через год я уже пишу Брежневу, какие надо провести реформы в стране. Не диссидент, не антисоветская. Меня приглашают в горком КПСС, объясняют, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. Но началась моя политическая жизнь. Давайте Володю Соловьёву послушаем, как он о вас рассказывает. Жириновский интересен тем, что для него нет мелочей. Ну, казалось бы, кто я для Жириновского? Ну, один из рурналистов. Раз в два, Санна, Жириновский обещал меня повесить, расстрелять, казнить. Но когда действительно я оказался без работы, Жириновский, хотя очевидно это не его епархия, ему какая разница, несколько раз обращался к руководству страны с просьбой дать возможность мне работать. Это было неожиданно и приятно. Ну, это вот моё, как бы, кредо. Защищать все, кто оказался в трудном положении. Материальное, вот, по работе, по профессии, там, по национальности и так далее. Вот это, чем должны заниматься и депутаты как раз. Помогать людям, которые оказались в каком-то трудном положении. И помогать любым. Не своему приятелю, родственнику. Нет, понятно. Мы знаем, человек оказался в беде, давайте поможем. Но меня прям волнует, что любовь-то куда-то делась. А что делать? Вы-то красавец мужчина. В вас, небось, влюблялись все подряд. Ну, вот и не... Я говорю, что это, как бы, трудно было использовать. Меня знакомили с дочерью Цвигун, первый зампредседателя КГБ Андропов. Да. На Тверской жила. Дали мне лекарства, как бы принесли там лекарства. Нет. Понимаете, вот не везет. Мало того. Хожу, ее мамаша выходит, я ей лекарства передаю, и в то время комната открывается, пес огромный выскакивает. Да, да, да. И эта девочка за собакой. То есть собака впереди этой девочки. Это уже как-то мне насторожило. Насторожило. То есть когда в доме собака, я всем хочу дать такой совет, будьте осторожны. То есть в этом доме эта девочка или этот парень, полный играет роли, очень любит животных. Это хорошее чувство. Но ему трудно будет полюбить другого человека. И вот еще могу дать совет. Можете это в книге написать. Вот жениться надо парню. Так. Пойди домой к ней, посмотри на будущую тещу. На маму. Посмотри. Посмотри на папу, тесть. Посмотри отношения между папой и дочерью. Если очень дочь любит папу, лучше не женись. У нее папа, для нее все. Это хорошо. Но он ближе будет, чем ты, как муж будущий. То же самое девочка должна посмотреть на будущую свекровь. Если свекровь очень любит сына, прекрасные чувства. И сын ее любит. Лучше не надо выходить замуж за него. Обязательно будет противостояние со свекровью. Она будет жестко ревновать. Это я даю как бы жизненный опыт. Наблюдение за всем. Я помню, пришел к знакомым. Ну, выпили там застолье, закустили, танцевать. Молодой я еще. Приглашаю девочку. Говорит, нет, я танцую только с папой. Что такое? Хорошо. Через пять лет мать-одиночка. Она до сих пор любит папу. Никого не полюбила. Ну, это грустно, да. Зачем вы так делаете? Как воспитывают, им нравится. Ох, как она любит папу. Ох, как он любит маму. Но он или она никогда не полюбит чужого человека. В этом опасность. Что надо различать. Дети кончаются. Все. И теперь идет их жизнь. И вот в этой жизни они должны любить больше. Своего будущего мужа и жену. Когда они продолжают любить так же крепко родителей, у них в своей жизни не получится. И зачем это дело? Как Шварц писал о пьесе в своей «Золушке», где принц жаловался как раз папе. И говорил, пап, ну ты-то женился на маме, а мне-то все чужих теток подсовываешь. Да, 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 да. Вы единственный политик, который играет в театре. Театр вообще история очень сложная. Когда нужно выйти на сцену, оказаться один на один со зрителями. Это вообще, по-моему, страх какой-то божий. И вы себе это позволяете. Это удовольствие? Или что это такое, Владимир Ольфович? Хулиганство. Хулиганство? Это такое. Ну понятно, понятно. Интеллектуальное. Лучше, чем отнимать сумочки у старого. То есть я не оскорбляю никого, там ничего. Вот прийти и поломать сценарий. Драматург одно писал, а мы другое. Я первый раз обратился к художественным руководителям в театр. Говорю, дайте я приду к вам в пьесу. На минуту зайду на сцену, что-нибудь скажу и уйду. Актер ничего не поймут. Зрители, замешайте с тобой. Вот поэтому я пришел в этот театр современной пьесы. Крайхельгауз. Да. И там какой вариант? Там все именно так, как я хотел. Там нету сценария. Там сидят актеры и говорят, как у них получается. Ой, давайте вот Рахельгауз расскажет. Мы договорились с Владимиром Вольфовичем, что он сыграет в нашем театре. Он сыграл спектакль. И нужно вам сказать, что просто зрительный зал ревел от восторга. Ревел именно потому, что произошло невероятное. Когда он вышел на сцену, зрительный зал почти никак не отреагировал, потому что зрители понимали, что это вышел артист, хорошо загримированный и одетый под Жириновского. Тем не менее, когда до зрителей стал это доходить, они стали вынимать телефоны, фотографировать, кричать. Уже спектакль стал превращаться в такой почти футбольный матч. Болельщики появились. Это понравилось не только зрителям, но и самому Владимиру Вольфовичу. Он не репетирует. Он все берет на себя. Он договорится. Он спрашивает, откуда мне выйти, где мне остановиться. Я говорю, вот отсюда, сюда, туда. Все, если что, я спрошу, я узнаю. Он режиссуру не признает. Он сам себе режиссер. Сам себе артист. Он сам себе автор. То есть я исключаю для себя какой-то сценарий. Заучивать роль. Будет режиссер. Дубль один, дубль два. Да вы что вообще? Один актер, вот он мне предложил сыграть в его фильме. Так он как-то уже о нем не говорят, не пишут. Он решил через меня. Я говорю, я сыграю, как я хочу. Нет, надо учить роль. Я отказал. Все. То есть я не желаю где-то сниматься по чужому сценарию, под руководством. Даже самые талантливые, я не отвергаю, талантливый режиссер, талантливые актеры, но я, иногда мне хочется выйти и именно вот по-другому все это подать. Вот возьмем «Горе от ума». Там главный герой у нас Чацкий, Софья, Молчалин и Фамусов. Да. Ну что у нас получается? Значит, за кого выходит замуж Софья? За Молчалин. Да, почему? Чацкий умнее, красивее, современнее. Ничего, Чацкий балабу. Нет. Чацкий абсолютный балабу. Ты главный на всех вечеринках. А Молчалин стоит, молчит. Чиновник. Чацкий, ничего нету. Ни интеллекта. Никто ему не симпатизирует. Она выходит из корыстных побуждений. Что Молчалин чиновник. Постоянный оклад. Зарплата. Карьера. Так он, может, и останется чиновником 13 класса. Такого в России не было. Да. Но, тем не менее, ты будешь там стоять в углу, как Акаки, Акаки. А ей это нравится. У нее будет зарплата. А что там хорошего? Ей нравится, не мне. И Фамусову отцу нравится, что есть спокойная жизнь у его дочери. А Чацкий неизвестно, куда заведет его дочь. Не, это правда. Он совершенно... Я хотел-то поломать, допустим, какой-то вариант. По-другому-то подать. Раскредиковать этого Молчалина. Эту Софью тоже раскредиковать, так сказать, все это объяснить. Вот я иногда в школу урок провожу по истории. И я им в конце вопрос задаю. Муму знаете, Тургенев? Ну, знаем. Кто главный герой? Герасим и Муму. Собачка. Вы что вообще? Герасим глухонемой. Он дворник. В чем его героизм? Главный герой барыня, который велел собачку утопить. Так не говорят этого. До сих пор детям в школах подают, что главный герой... Тургенев не хотел, чтобы так было. Он взял сюжет, но... Как может быть собачка главным героем? И глухонемой дворник? Барыня? И что ей мешает? Тявкает собака. Слушайте, да мы закон приняли, чтобы после 11 вообще полная тишина. И почему собака должна... Собака должна мучить кого-то. То есть есть люди, которые любят собак, кошек ради бога. Но это не должно мешать другим. Поэтому мне хочется иногда дать другую интерпретацию. Вот Голстой, Анна Карейна. Что ей было плохо? Муж, имущество, достаток и любовник. И вот психология женщины, она стеснялась. Она считала, что она совершает какой-то грех. Она не стеснялась, а стыдилась. Студилась, правильно. Стыдилась она. Это нужно показать. А почему что происходит? Вот вы писателям главное не подаете. Это причина всех революций. Все браки по расчету. Все. И ваш в том числе. И их в том числе. Выйди за него. Он начальник. У него зарплата. Сколько получаешь? Квартира. Прописка. Главная причина наших бед. Брак по расчету. А это Ромео и Джульетта. Почему? Да вы ничего об этом не знаете. Вы 19 лет решили, что вы никогда никого не полюбите. А я обмануть не буду. И рассуждаете. Да, да, обмануть не надо. Я никому никогда не говорил, что я кого-то люблю без ума. Я живу по принципу, из 10 человек 11 проходимцы-авантюристы, предатели и воры. И когда я убеждаюсь, что человек хороший оказался, я рад. А когда другие видят, что действительно оказался подлец, они переживают. Им плохо. И живут в негодиве. И принимают валидол. Или пьют что-нибудь такое другое. Потому что они разочарованы. А как же Бог есть любовь? Так вот, давайте ее. Помогите всем, чтобы была любовь. А как ее? Она есть. Но как ее вовремя дать двум любящим, чтобы два сердца полюбили? Как это сделать? Она любит его, а он другую любит. И наоборот, так сказать. И получается вот такой порочный круг. Все хотят любить. Но как состыковать, чтобы это была пара? Что вот они бы полюбили друг друга. Поэтому надо искать какой-то путь решения вопроса. Если человек понимает, что он не может полюбить, значит, надо найти такую же девушку, которая тоже не может полюбить. И просто жить с семьей, так сказать, как-то. Соблюдать какие-то традиции, обычаи, иметь детей. Но честно как бы знать, чтобы она не думала. Ведь в чем вот вы, женщины, виноваты? Вам кажется, что вас любят. А я могу сказать, что вас женщин хочет. Согласен. Женщине очень хочется. Это правильно. Мужчина, он скорее воин. Ему даже любовь-то особенно, она тормозить будет его. Будет мешать. Мужчина не может так любить, как женщина. Тогда женщина обижается. Она думает, как это так? Я его без ума люблю. А он как бы вот там уехал в комбинировку, или еще куда-то на рыбалку, или вообще там какие-то у него дела есть. То есть вот этот вот разрыв между пониманием любви для мужчины и для женщины тоже может приводить к негативу. Надо женщину остановить. Надо договор, контракт. Вот давай поживем. Внутренний, душевный. Внутренний, душевный. Вот давай начнем. Самое главное уйти из семьи и тещи, и свекрови. Снимайте однокомнатную квартиру и начинайте жить. И сразу вы увидите, она не хочет стирать, она не хочет штопать, она не хочет готовить. Он тоже чего-то не хочет. Он тоже ленивый. Он тоже как барин. Ну и как вы будете жить? Значит, надо, видимо, просто встречаться. Вы будете встречаться. Вы как семья, у вас ничего не получится. То есть испытайте себя. Посмотрите, вот где есть какой-то набор ваших чувств, которые вас сто процентов не устроят. Не надо вот на всю жизнь брак. Ну а вдруг не получится? Начните просто жить. Вот я говорю, контракт на два года. Вы пишите, без детей, без раздела имущества. Просто живем на съемной квартире. И с собакой. И договориться надо. Если вы любите собаку, заведем собаку. Какой породы? Чтобы здесь не было еще конфликта. Все. И кто будет за ней ухаживать? Он за машиной, за собакой и дача. И за ней. И за ней частично. Он за его мамой, за ним и тоже за собакой. Да. А еще договориться о чем? Что надо все-таки охладеть любовью и к маме, и к теще, и к свекрови. Понять, что все, вы другая семья. Если будешь ежеминутно... Как там мамочка? Как там папочка? Я пошла пропроведовать. Там где-то заболел. Я побежала туда. Я там лекарство. Этого нельзя делать. Вырушайте эту семью. Тем не менее, Владимир Жириновский, едва обосновавшись в Москве, из Алматы, маму забрал. И привез ее сюда, в Москву. И стал с ней жить. Потому что он очень добрый человек. Это чистая правда. Я за это его благодарю. И я хочу еще вот что сказать. Вы знаете, такое количество простых житийских советов, которые вы сегодня дали в нашей программе, это на самом деле важные советы. Я не слышала давно. Я очень вам за это благодарна. Спасибо вам большое. И приходите к нам еще, Владимир Владимирович. Хорошо. Спасибо вам. Владимир Жириновский с детства поставил себе цель достичь высот, которые покоряются только избранным. В него мало кто верил, но зато сам он точно знал, чего хочет от жизни. И твердыми шагами шел по намеченной дороге, ничуть не сомневаясь в своих силах. Именно самоуверенность, в хорошем смысле слова, действительно способна свернуть горы и воплотить в жизнь самые дерзкие мечты.